Итак, это первая картина. Они все объединены темой уровней эволюции, когда человек превращается из бусиницы в бабочку. И его свечение, его энергия становится определенного цвета. Этот цвет зависит от тех качеств Духа, которые человек воплощает в своей жизни. Когда без всяких искусственных каких-то техник или практик человек начинает это качество Духа воплощать, тогда он перешел на этот уровень эволюции самостоятельно, естественно. И он излучает это сияние, он этим живет. И начинается здесь все с фиолетового уровня, когда человек начинает жить в Духе. Эта картина называется «Победа Духа». Над головой эту картину также у меня есть стих. И второе название «Сто птиц», потому что здесь, кроме бабочек, внизу есть еще птицы их, бело-серебряным цветом. Лигма. Сто птиц под моим окном сияют золотом и серебром, смахивая хвостом все наносное в едином себе самом. Любовь и любовь проявляя во всем самозабвенным трудом, не откладывая на потом, укутав нежно все своим крыло в бытие вневременное. Сто птиц над моей головой сияет нежная тишина, знают, как быть собой, небесно земной, так в коронной, так и в корневой. Единый узор бело-золотой, света звуковой, словно бегущей строкой вдоль линии береговой, неся аромат цветов полевой, купаясь вместе с тобой в этой воде святой, в красоте лесной, бездонной и простой. Будучи настоящей собой. Победа духа — это победа над всем личным, это свобода. Залетовые планы, с вами свобода. Свобода отличных желаний. Мечи в божественных мирах служат только для направления энергии. Платиновые энергии объединяют в себе мужской и женской, так же, как спиральки, обвивающие посох сверху, и спиральки алмазной ДНК над головой. Фиолетовый цвет луча свободы и правильности внизу. Над фиолетовым цветком жизни крыло одной птицы перетекает, соединяется с хвостом другой, являя единство верха и низа, крыльев и хвоста, небес и земли, полета и заземления. О том же говорят облака, на которых она стоит, то есть небесная и земная. С серебряно-золотистыми птицами и фиолетовые бабочки свободы сверху, более земные, то есть наоборот, то есть где небо, там более земные бабочки. На земле все состоит из облаков и небесных птиц. Так, переходим. И давай все эти картины с солнцем смотрим. И вот так. Следующая картина из этой серии, после фиолетового уровня, когда мы добираем качество эволюции, мы переходим в желтое свечение, в золотисто-желтое. Который после преобразуется в белый свет. Белый, у которого нет противоположности. Но сначала он в радостном энергиях радости желтого цвета оказывается. То есть здесь следующий уровень эволюции, который достигает человек. И здесь уже очень явно отображено вот этот принцип бабочки, когда человек преобразуется, человек становится божественным и просветленным. Существа опыляют космос, космический цветок. Цветок жизни, разнося нектар в своей радостной жизни для блага всего целого, своих трудов и даров. Самоблаженство бытия, чистоты и искренности. Они без одежды. И мы только будучи вне одежды личности, мы можем позволить нашему Богу внутри проявиться и сиять сквозь нас. Понимая, что мы всегда голые перед бытием, перед жизнью. В истинной честности перед самим собой и миром. Им не за что стыдиться и нечего скрывать. Они живут без сожалений, в стопроцентной искренности. Ибо знают, что только так они наиболее живы. Каждый трудится на своем космическом луче. То есть тут видно, что каждый на своем лепестке этого цветка. Эта картина также имеет название «Последняя капля эликсира бессмертия». Потому что все эти уровни эволюции, уровни воскресенья, они все о том, как человеку перейти на более высокий уровень, где не будет уже болезней, где не будет уже каких-то иллюзий, грехов, в том числе и люди смерти. И все предыдущие это были тоже как своего рода капли. Капли эликсира – это что-то типа тех самых качеств духа, которые человеку смог нарастить. Это не какой-то внешний эликсир, который нам физическим телом будет. Это все-таки качество духа, которое мы добрали. И добрали последнюю каплю, которая перевела нас на уровень белого света радужного, где мы сумели объединить в себе все цвета радуги и воплощать непрямый белый свет. Это был сон, и я была в этом храме. И я попыталась очень точно изобразить эти цвета, которые я там видела, но на земле нет таких цветов. Единственное, похоже, что я видела на земле, это вот лужа бензина, которая на солнце расплывается. Это был фиолетовый свет такой, в котором были все цвета радужные. Он так передавался, что, ну, очень сложно было изобразить, но я максимально близко это передавала. То есть, каждая часть этого храма, все, кто там в этом храме находился, они сияли буквально всеми цветами, но основной был фиолетовый.